Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня у нас в гостях политик, известный политик в нашей стране, Владимир Александрович Рыжков. Добрый день, Владимир Александрович. Добрый день. Вы сейчас в Москве? Нет, в Москве в самоизоляции. У нас канал такой религиозный отчасти, и отчасти нерелигиозный. И у меня первый вопрос будет такой. Часто верующие, а политичные. Очень часто. Вот за 20-30 лет, я не знаю, что это такое, но нам внушили буквально, как нам. Верующим, неважно какой конфессии, я протестант, внушали, что политика грязное дело, что не надо вмешиваться. И люди вообще не знают, не понимают, что происходит в стране. Куда мы катимся? Куда это все идет? Почему так? Я думаю, что вера — это, конечно, дело высших ценностей человека, глубоко внутреннее, глубоко сокровенное, прежде всего. Она о добре и зле, о том, что есть хорошо, что есть плохо. Но при этом я не согласен с тем, что вера, религия и тем более церковь, как организация, могут быть аполитичными. Мне кажется, такое представление абсурдно, что религия и вера аполитичны, потому что политика — это общественная жизнь, это жизнь общества. Каждый из нас, за исключением каких-нибудь Агафьи Лыковой, которая живет в тайге, или каких-то там столбников, которые на столбах стоят, или каких-то отшельников в диких лесах, они исключены из общественной жизни. Но нормальный человек, верующий, он включен в общественную жизнь. Он включен в налоги, в выборы, в смотрение телевизора, в голосование по Конституции. Каждый из нас пронизан тысячами социальных нитей. И Аристотель говорил, что человек — это животное политическое, животное общественное. И он абсолютно прав. Это отличает нас от животного мира. То, что мы живем в обществе и являемся частью общества. А политика — это часть общественной жизни. Поэтому вот это разделение веры, религии, церкви и политики, оно надуманное, искусственное, ни на чем не основанное. И на самом деле стремиться надо не к тому, чтобы деполитизировать церковь, деполитизировать религию, а стремиться нужно к тому, чтобы найти вере личной, найти религии как доктрине, найти церкви как организации место в общественной жизни. И эту проблему решали все страны. И до сих пор решают. Например, Франция до сих пор разделена на католиков, которые поддерживают консервативные силы, и республиканцев, которые относятся к церкви с подозрением или даже негативно. Это уже 200 лет прошло с момента, больше 200 лет прошло от Великой Французской революции. А главный политический разлом во Франции, в обществе до сих пор на церковные и антицерковные силы. Насколько это важно. У Германии свой опыт очень интересный. Мы недавно делали семинар на эту тему про роль религии и церкви в современном мире с либеральных позиций. В Германии очень интересно. В Германии церковь открыто не участвует в политике. Но при этом ведущие немецкие политики участвуют в съездах конфессий. Например, Ангела Меркель, она участвует в съездах, она лютеранка, по-моему. У них там есть лютеранский союз, и она участвует, выступает. И она не скрывает своей приверженности именно своей религии, своей церкви. И, как нам говорили немецкие специалисты, церковь и религия играют в общественной и политической жизни Германии очень важную роль. И, кстати говоря, очень позитивную роль. Например, в Германии церковь открыто высказывается по острым вопросам. Например, по безработице. Или по социальной несправедливости. И если правительство Германии предпринимает какие-то шаги, которые с точки зрения церкви и верующих нарушают принцип справедливости, или нарушают принцип христианской любви, то церковь открыто возвышает свой голос и с позиции своего огромного авторитета стремится корректировать и часто корректирует государственную политику. Поэтому вот формула о политичности, мне кажется, ошибочна по существу, потому что ни один из нас не может быть вне политики, мы внутри политики. Во-вторых, она ошибочна с той точки зрения, что церковь и религия — это важнейшая часть общественной жизни. И она должна проявлять позицию и активность. И, в-третьих, если мы будем исключать веру, религию и церковь из общественной жизни, мы тем самым навредим людям и навредим обществу. Потому что мы лишим общества очень важного защитника, очень важного адвоката. Того адвоката, который, следуя Христовым заповедям, должен выступать за милосердие, гуманизм, справедливость, открытость, честность, порядочность и, кстати говоря, за свободу. Христос всегда выступал за свободу. Вообще, христианство — самая либеральная религия, какую только можно себе представить. Поэтому вот так бы я ответил на ваш вопрос. Понятно. Тогда что происходит сейчас в России? Почему церковь? Имеет ли голос? Вообще, вот вы как политик, бывший, настоящий, как депутат Госдумы, вы давно уже были. Что вы думаете? Почему церковь так выключили или она сама выключилась из всех процессов? Ну, кроме тех, которые им в рамки поставили, вот нам в рамки. Здесь говори, здесь не говори. Ну, у нас церквей много. Не думаю, что нужно сводить всю проблему только к Русской Православной Церкви, РПЦ. И они, и они. Да, у нас есть и муфтияты, у нас есть и большая еврейская община, у нас есть и буддисты, и разные направления протестантства. Если говорить об РПЦ, то мне кажется, что она слишком сервильна, она слишком срослась с государственной властью и слишком открыто ее поддерживает. И тем самым она, на мой взгляд, подрывает свой авторитет среди значительной части верующих. Как это объяснить? Ну, кто-то это объясняет традицией. Церковь была сломана, РПЦ, Русская Православная Церковь, была сломана еще Петром Первым 300 лет назад, когда Петр фактически включил ее в вертикаль власти. И это продолжалось до 1917 года. В 1917 году прошел Великий Собор, знаменитый, где церковь высвободилась, это при Временном правительстве, по местной собору, высвободилась из-под диктата государства, объявила о своей свободной позиции. Но потом пришли большевики и еще раз свернули церкви голову. И вы знаете, что при большевиках все христианские конфессии, исламские конфессии, буддистские и так далее, все подвергались гонениям. Все абсолютно подвергались гонениям, запретам и физическому уничтожению. Пожалуй, это было самое страшное гонение в истории всех церквей, в русской истории, это были, конечно, гонения при советской власти. Но для этого еще надо вспомнить, что страшным гонением подвергались староверы, старобрянцы. Старобрянцы. Как объяснить сейчас вот эту якобы симфонию Русской Православной Церкви и государства? Я думаю, что здесь очень многое замешано на материальном интересе. Русская Православная Церковь получает громадную поддержку от властей. Храмы строятся за государственный счет, прекрасно это, тысячами, тысячами по всей стране. Идет субсидирование, идет субсидирование ремонтов, закупки инвентаря, строительство храмов. Фактически церковь освобождена от налогов в своей торговле, крестиками, свечами и так далее. И вот этот огромный материальный интерес, который, я думаю, исчисляется сотнями миллиардов рублей каждый год, он, видимо, как сказать, смутил, как-то слукавил, какое слово тут отлукавило. Много тут разных образов приходит. И вот этот материальный интерес, по-видимому, сейчас превалирует над духовными интересами, превалирует над общественным служением. Это, видимо, в меньшей степени касается, скажем, иудейской общины, хотя она тоже получает поддержку. Буддийская община тоже получает большую поддержку государства. Исламские организации тоже получают большую поддержку от государства. Но ваша, видимо, не получает никакой поддержки. Мы получаем, Владимир Александрович, мы получаем только другое. Мы не поддерживаем. Ну да, да. То есть вас не любят, потому что вы немножко западные и не наши, не родные. Хотя наши общины тоже древние. И мы делали как-то раз на ихе Москвы передачу об этом, что Петр I очень сильно поддерживал лютеран. То есть это уже пребывание здесь протестантских общин у нас в России исчисляется столетие. Но наши чиновники почему-то по-прежнему считают это каким-то новым веянием не совсем наше. Что, конечно, с исторической точки зрения несостоятельно. Поэтому я думаю, я бы так ответил на ваш вопрос, что материальный интерес определяет близость современных церковных организаций к государству, их сервильность. И если они и участвуют в политической жизни, то скорее как опора власти, которая все одобряет, что делает власть. А иногда даже и выступает с более радикальных фундаменталистских позиций в том, что касается однополых браков, в том, что касается религиозных свобод, в том, что касается культурных свобод. Эти нашумевшие истории с новосибирской оперы «Кангейзер» и погромы выставок православными фундаменталистами. Все это говорит о том, что церковь не только на почве материального интереса смыкается с российской властью, которая является авторитарной и консервативной, но и между ними есть очень большие идеологические сходства. Хорошо. Вы были в политике в начале 2000-х, и многие изменения начали происходить тогда. Первые вели Институт Палпреда. Вот я, как человек неполитик, я тогда понял, ну, как бы со своей точки зрения, вот я смотрел на все, мне показалось, что это была единственная причина, чтобы забрать власть губернатора. Ввели вот этих палпредов, ну, вот я так оценивал тогда. Кстати, у нас в Союзе тоже ввели палпредство. Я задавал вопрос начальству Чемпийского, говорю, а нам-то у кого власть забирать? У кого мы рассылаем по областям? Это единственный Союз наш такой. Вот. Потом серия терактов прокатилась по стране. Кстати, сейчас 14 июня будет 25 лет трагедии в Буденновске, в больнице, вот, что происходило тогда. Ну, вот зачем это все? После этого пошли назначения губернатора, да? Мы лишились выборов. Вы, как политик, вот что можете сказать об этом? Ну, и, может быть, ваша роль вот в Буденновской трагедии? Что? Вы были там? Ну, я был в Буденновске, я был рядом с Черномырдиным, когда он принимал решение о спасении полутора тысяч людей, там полторы тысячи человек были заложниками Буденновской больницы. Шамиль Басаев их захватил со своим отрядом, были погибшие. И Витар Степанович Черномырдин взял на себя ответственность. Он позволил бандитам покинуть город и спас полторы тысячи жизней заложников. И я знаю, что когда он потом приезжал в Буденновск, женщины падали на колени, целовали ему ботинки, благодарили за спасение своих детей. Он сам вместе с ними ревел в голос, плакал. Это один из редких случаев в российской истории, когда политик спас жизни людей. А не уничтожил их. Вот, поэтому, да. Но Путин человек советский. И он не просто советский человек, он КГБшник. И, соответственно, его картина мира, это картина мира сотрудника КГБ 70-х годов, времен Брежнева и Андропова. Он не верит в самоуправление, он не верит в федерализм, он не верит в то, что регионы должны сами решать, как им развиваться, он не верит в то, что люди могут избрать достойных руководителей, кроме него, разумеется. Он сторонник такой абсолютно брежневской модели власти, когда есть номенклатура, где-то 5 тысяч человек. Вся эта номенклатура утверждается в Кремле, в нее входят губернаторы, в нее входят полпреды, мэры группных городов, руководители госкорпораций, все депутаты Госдумы, все члены Совета Федерации. То есть Путин восстановил брежневскую модель власти, такую советскую номенклатурную, и, к сожалению, все это произошло при поддержке народа, либо при пассивности народа. Ну да, сказал народ, но хотите брежневскую, делайте брежневскую. Поэтому мы потеряли те завоевания 90-х годов, которые у нас были, когда свободно выбирались губернаторы, свободно выбирались мэры городов, свободно выбирались депутаты, когда не было особых фальсификаций на выборах, была политическая конкуренция, было гораздо больше свободной прессы, кстати говоря, было гораздо больше в 90-е годы религиозных свобод, никаких свидетелей и Егову не запрещали, и в тюрьму не сажали, никаких протестантов не гнобили, и в целом страна была открыта с точки зрения свободы совести, свободы религиозной жизни. То есть у нас произошел такой откат. Если в 90-е годы мы шли по пути демократизации и либерализации, ориентируясь на европейскую модель, то Путин нас вернул в 70-е годы, он нас вернул в эпоху брежневского застоя, и не случайно Брежнев правил 18 лет, пока помер, а Путин правит уже 20 лет и хочет править нами дальше. То есть весь смысл того, что произошло, это восстановление советской модели власти, советской модели общества, советской модели управления. Но вот все, о чем вы говорите, это связано со страхом, я так понимаю. Ну, понимаете, да, это связано со страхом, и понятно, откуда берется этот страх. После того чудовищного террора, который устроила советская власть, которая уничтожила многие миллионы своих собственных граждан, которая сажала за анекдот, которая сажала за шутку, которая отправляла в лагеря детей репрессированных, репрессированных, жен репрессированных. Это чудовище. Вообще Советский Союз — это было террористическое государство, которое все 70 лет своего существования главным инструментом которого был постоянный террор против собственного населения. И поэтому вот эти заповеди — помалкивай, не высовывайся, не влезай, высунешься — получишь. Вот этот страх, он в культуре очень силен, и поэтому таким легким оказался откат. То есть 10 лет свободы оказалось недостаточным для того, чтобы общество перестало бояться и могло открыто высказывать свою позицию. Можно вопрос о событии, которое сейчас произошло в Екатеринбурге, всем нашумевшее, когда в своей квартире 28-летний парень, неизвестно, украл, не украл, был застрелен буквально. Я пытаюсь как священник понять, что в головах у этих ребят, которые закрыты масками сегодня и закрыты вообще от всего, разгвардейцы, которые застрелили, как они живут, как они спят потом. Или это уже для многих из них... Наверняка... Наслужит меня, можно? Да, да. Я просто посмотрел одно ваше интервью в шестом году. Я свой вопрос. И когда вы были еще депутатом Госдумы, я нашел то, что вы сказали, вы были тогда. Я еще был депутат Госдумы и пытался с кем-то и с полковником поговорить. Я подходил к ним, говорил, я депутат Рыжков, представьте. Они убегали. И это было впервые в моей жизни, когда я это видел. Не просто видел, был сам в толпе, видел этих людей. Они били подряд, стариков, женщин. Всех подряд били. И помните, там до крови проломили голову японскому корреспонденту. Эта фотография обошла весь мир. Вот это по-настоящему такое страшное событие, когда я лично видел немотивированное жестокое насилие со стороны полиции по отношению ни в чем не повинным людям. Я пропускаю. Полиция не представлялась, не мотивировала свои действия. Она просто гнала толпу и била дубинками. Вот это было реально страшно. Я депутат Госдумы, ничего не смог сделать. Я попытался говорить с начальниками, они убегали. Вот вы сегодня не депутат Госдумы. Чего вы боитесь сегодня в нашей стране? Ну, по поводу этих росгвардейцев, я почти уверен, что у них под бронежилетами висят крестики. И они считают себя верующими, и христианами, и православными. Ну, почти наверняка. При этом, конечно, ясно, что они не понимают христианство, они не понимают Христа, они не знают 10 заповедей, они не знают заповедь «Не убей», они не понимают, что совершили тяжкий грех, самый тяжкий грех, какой только может быть, это убийство человека. Они не понимают, что человек, которого они убили, это их соотечественник. Я продолжу мысль, что вот эти ребята, которые убили человека, у них нет никаких понятий о христианстве, о вере, у них нет понятий об отечестве, у них нет понятия о государстве, у них нет понятия о народе. То есть они себя не считают частью народа, и человека, которого они убили, они тоже не считают частью народа, потому что у них нет понимания, что народ — это нечто общее. Они себя рассматривают как либо просто индивидуальных агентов насилия, либо агентов насилия государства, не сопрягая между собой государство и общество. То есть, иначе говоря, у них в головах пусто, у них нет понятия вообще ни о чём. И это говорит очень много о нашем обществе, это говорит очень много о нашей системе образования, это говорит очень много о наших семьях, потому что если в семье они объяснили, что убийство — тяжкий грех, значит, уже это неисправимо. Очень тяжёлая ситуация, и, к сожалению, похоже, таких людей в наших силовых структурах очень много, я не скажу большинство, не большинство, но, к сожалению, количество этих случаев огромное. И что с этим делать? Но я думаю, что было бы очень хорошо, если бы Екатеринбургская епархия высказалась об этом, что нельзя убивать соотечественников просто так. Было бы очень хорошо, если бы другие конфессии развернули дискуссию, что вообще как это, что это такое, когда россияне убивают россиян. Не фашисты убивают россиян, не террористы убивают россиян, а россияне убивают россиян. Может быть, они даже на одной улице живут. Сосед убивает соседа. Что это такое вообще? И, конечно, должна быть общественная дискуссия, открытая, о том, что полицейское насилие, убийство — это абсолютно неприемлемые практики, которые должны быть искоренными. Повторюсь, единственный способ это победить — это об этом говорить. Единственный способ от этого избавиться — это обсуждать. И это обсуждение должно быть широким и публичным. Общества меняются не тогда, когда выходит закон, не тогда, когда выходит указ, а когда идёт обсуждение. Христианство тоже не сразу победило. Понадобились века и тысячелетия проповеди и дискуссии. Дискуссии с оппонентами, дискуссии с неверующими, дискуссии с язычниками. Единственный способ, чтобы какие-то ценности победили, в данном случае гражданские и демократические ценности, это борьба за них, а борьба за них только через дискуссию. Поэтому самый широкий общественный резонанс, обсуждение, которое должно привести общество к каким-то выводам и к пониманию каких-то новых истин. Понятно, спасибо. Мы здесь, в Калуге, мы ощущали то, о чём я вас спрашиваю, задаю вопросы, как будто кризис совести у людей, которые работают в этих структурах. Потому что у нас были такие случаи, когда лютеранскому пастору подкинули наркотики. Просто вот пришла беременная женщина, я вот всё задумываюсь о людях, её послали, она там вертелась на стуле, пихала очень низко туда в кресло, и потом радостно нашли это всё через день. Вот у нас в церкви то же самое было, когда спецназ приехал утром после молитвы, поддерживали судебно-строительную экспертизу, выводили, заламывали руки. Знаете, интересно, девушки молодые, их мягко руки заломали, выводили, спросили, говорят, ну зачем вы это делаете, вы же в церкви. Ну и знаете, объяснение, там полковник какой-то был, говорит, ну вот видишь, сейчас ты рыпнешься, я тебе руку сломаю, в асфальт положу вас. Это в церкви всё было. Руку сломаю там, ты отлежишь два месяца в больнице, выйдешь, напишешь заявление, мне всё равно ничего не будет. А не дай Бог ты меня тронешь пальцем, тебя посадят на три года, я напишу. Что это, что с совестью у людей происходит? Как? Где они берутся? Это же наши россияне. Ну это мы уже обсудили, где они берутся. Они берутся в нашей семье, они берутся в нашей школе, они берутся в отделении полиции, где задаются определённые нормы. История, которую вы рассказали, ничем не отличается от истории с первыми христианскими мучениками в Римской империи. Это разве чем-то отличается? Нет. Так же ломали руки, так же ломали в асфальт, только асфальта туда не было. Клали на римскую дорогу мордой, так же топтали сапогом, так же распинали. Почему это изменилось? Почему Европа сейчас другая? Потому что 2000 лет это обсуждалось. 2000 лет обсуждалась проблема. Как сделать так, чтобы христианские заповеди были не только в книжке, но и в жизни. 2000 лет западная церковь возвышала свой голос перед лицом светских владык, защищая сирых и бедных. 2000 лет церковь продвигала принципы канонического права, светское право. 2000 лет христианские заповеди, шла борьба за заповеди Христа. Не убей, не укради. Возлюби ближнего своего равенства. Равенство царя и нищего, равенство князя и бедного ремесленника. Это же все христианские заповеди. Я согласен. Единственный способ победы этих ценностей — это открытые дебаты. Я недавно прочитал у великого философа немецкого Анны Харина. Она обсуждала вопрос, как возникает свобода в обществе. И она пришла к выводу, что для того, чтобы в обществе появилась свобода, надо, чтобы люди из частной жизни переходили в публичную жизнь. Пока каждый сидит в своей хрущевке, в своей квартире и что-то обсуждает на кухне со своей женой, свобода не возникнет. Свобода возникает только тогда, когда люди выходят из хрущевок и возвышают свой голос. В публичном месте, в библиотеке, на площади, в интернете, в школьном классе. Когда они начинают занимать открытую публичную позицию. И тогда люди выравниваются друг с другом, тогда люди получают равные права, и тогда возникает свобода. Поэтому, как победить зло, как победить насилие, как внушить этим людям с автоматами, что нельзя убивать, только обсуждая это с ними, с их родителями, с их соседями, с их учителями. Пока мы не сделаем это предметом публичного обсуждения, ничего не изменится. Понятно, спасибо. Но, видите, мы столкнулись уже долгие годы, что те же права верующим не интересны ни политикам, ни правозащитникам. Вот сталкиваемся реально с этой ситуацией. Никто не говорит. Больше о БЛГБТ готовы говорить, чем о церкви, ее проблемах, о защите верующих. Ну, это действительно как-то странно. Видимо, ЛГБТ просто сумели самоорганизоваться лучше, сумели создать какие-то структуры солидарности, структуры защиты своих собственных интересов. Это очень странно, что церковь не может это сделать, при том, что у церкви 2000 лет истории солидарности и 2000 лет организации. Еще первые апостолы первые апостолы, они показывали пример солидарности. И Петр и Павел сидели в одной темнице время. Это очень странно. Вы задаете хороший вопрос, у меня нет на него ответа. Может быть, отчасти ответ на этот вопрос вот в чем. Вот на том семинаре, который мы делали про место религии в современном обществе, Сергей Чепнин, мой друг, он говорил о том, что в 90-е годы развивались церковные общины очень активно. Общины именно как сообщества. Не как те, кто пришел в воскресенье в церковь, поставил свечку и принял причастие, а именно как общественные структуры, которые живут общественной жизнью. Но в 2000-е годы вот эта вертикализация, она поразила и церковь, и теперь иерархия церковная, епископат отделились от прихожан, превратились в закрытую бюрократическую касту, и церковные общины превратились в образование, которое существует только на бумаге. Никто не работает, не собирается вместе, не обсуждает, не проводит каких-то дебатов, не проводит обучение, не делают каких-то совместных акций. То есть церковь сама отторгла от себя приходы, отторгла от себя прихожан, превратила общественную и общинную жизнь в ритуал. Вот этот разгвардеец, который убил человека, он через 3 дня пойдет в церковь поставить свечку. И у него не будет никакого представления о том, что он грешник и должен каяться. Он считает, что убил на работе, а так он настоящий православный, который ходит в храм и совершает нужные обряды. Это ужасно. Вот это обрядоверие вместо христианства, это просто чудовищно. Это ужасно. Поэтому мне кажется, вот Сергей Чепнин говорит о том, я с ним совершенно согласен, что путь к защите истинной религии и путь к защите свободы совести и путь к защите прав верующих, о которых вы говорите, это через сильные общины, сильные приходские общины. Вот что нужно делать. Нужно делать сильные, активные приходские общины как важнейшие элементы гражданского общества. Вот этим надо заниматься. И тогда, понимаете, если у вас есть сильная община, она своего члена защитит. А если у вас нет сильной общины, она не защитит. Вот я не знаю, вы согласны с моей рекомендацией, но мне кажется, это самый правильный путь. Я полностью с вами согласен. Это то, что вот, наверное, вы сказали об этой вертикали епископальной, что епископы забирают сегодня власть у простых священников и дают им строить общины. Это, кстати, по-моему, Александр Мень говорил, что этому стоит вот общинности поучиться у протестантов. Но, к сожалению, мы сегодня протестантские общины, которые как бы гордились своим критическим мышлением, вот смотришь и видишь, что, к сожалению, все уже далеко не так, как в времена Лютера. Вот это и надо делать, за это и надо бороться. Спасибо. Будут сильные общины, будут защищены права человека. Спасибо. А ваши прогнозы, ну, помогите нам. Давайте, может быть, последний вопрос, потому что я немножко ограничен во времени. Хорошо. Я хотел спросить по Конституции, поэтому сами разберемся. Тогда у меня есть заключительный вопрос. Наш канал «Взгляд с небесной» называется. Вот вас взял Господь на небес. «Взгляд с небесной»? «Взгляд с небесной». Вот вас подняли на облако, вы стоите рядом с Ангелом Божьим, смотрите вниз. Что вы видите в России, в своей жизни, в нашей жизни? Ну, с такой высоты я, пожалуй, увижу красоту Божьего творения. Мерзости померкнут и покажутся маленькими. Ну, я прежде всего сказал бы так, чего нам больше всего не хватает, и это, видимо, такой рефрен всей нашей беседы, нам не хватает граждан. Их солидарности. У нас есть гражданское общество, но из 143 миллионов в активной гражданской политической жизни принимают участие, ну, наверное, миллионов пять. А 130 с лишним миллионов продолжают жить в частной жизни у себя в квартирах и домах. А как сказала Ханна Аренд, тот, кто не вышел в публичное пространство, не является свободным человеком. Спасибо вам большое. Свобода рождается только в публичном пространстве, когда люди выходят на агору и начинают обсуждать общие проблемы. Вот я думаю, что глава, все язвы нашей жизни и коррупция, и фальсификации, и полицейское насилие, и несправедливость, и бедность, прежде всего вызваны дефицитом граждан. И поэтому я призываю всех выйти из квартиры на агору, возвысить свой голос по любой проблеме. Доверять тому, кто справа и слева от тебя, быть солидарным с ним, и тогда страна преобразится в лучшую сторону, и христианскую, кстати, неузнаваемо. Вот мой такой совет. Такой взгляд с небесной, да? Такой взгляд с небес, да. Спасибо большое. Это был Владимир Александрович Рыжков, политик. Вы доцент, да? Вы профессор? Я профессор высшей школы экономики, да. Историк. Историк. Спасибо вам большое. Благослови вас, Господь. Субтитры? Спасибо большое.